здравствуйте дорогие друзья подписчики и гости канала сегодняшний видеоролик я хочу посвятить опять-таки гортензиям но в данном видеоролике я хочу поговорить конкретно о сортах об их характеристиках и так далее то есть разобрать каждый сорт по отдельности так как информация и на сайте и вообще всегда бывает не всегда бывает полный а сейчас я познакомлю вас конкретно уже с определенными сортами то что вы можете приобрести на моем сайте цветочные мечты и поговорим о характеристиках для тех кто следит за тем что происходит на канале на моем сайте я хочу сказать что вы можете зайти в раздел гортензии на сайте и посмотреть обновленные фотографии сейчас я обновила фотографии по практически по всем сортам так как вот на коробках то что вы видите это что я вам сейчас буду показывать в общем-то сорта сфотографированы то есть в тот момент когда они распускаются но практически все гортензии вначале распускаются белыми потом либо они зеленеют либо приобретают розоватый оттенок либо малиновый оттенок и поэтому уже конечно внешний свой вид они меняют по мере так сказать распускание цветка по мере взросления цветка и поэтому я сменила некоторые фотографии так как многие почему-то думают что если сорт распустился белым или зеленым что он так и останется но это не так нужно обязательно еще читать характеристики к сорту и вот тому наглядный примет пример сорт например magical candle на фотографии и вот я вам сейчас даже покажу на упаку это новинка на упаковке производителя видите сорт magical candle он идет вот в начале когда распускается он вот такой вот белый но в характеристиках это этому сорту это кустарник высотой до трех метров крона у него широко раскидистые и соцветия поскольку это метельчатая гортензия собраны в метелке длиной до 30 сантиметров как мы видим сначала соцветия белые а со временем образуют образуют шапку очень такой достаточно обильный я вам сейчас покажу фотографию на мобильном телефоне конкретно сорта magical candle и со временем цветки розовеют вот посмотрите в начале распуска да какие цветочки потому что у многих почему-то именно ассоциация с тем что на картинке посмотрите фотографию magical candle когда она уже начинает розоветь так это совершенно уже другой вид и совершенно другое дело вот эта фотография уже сделана на той стадии когда цветки видите начинают розоветь и очень эффектный сорт очень эффектный и вообще вот если перевести это название на русский язык то он означает это волшебная свеча такое название вполне соответствует внешнему виду так как форма соцветия напоминают свечку этот сорт может выращиваться практически в любом регионе нашей страны очень зимостойкий сорт цветок обладает устойчивостью к низким температурам воздуха и поэтому хорошо переносит зиму и отлично цветет вообще в прохладных климатических условиях саженцы все идеального качества но вот на этом уже начали проявляться открываться почки на некоторых уже к сожалению да начинают образовываться почки и поэтому кто хочет приобрести гортензии лучше это делать сейчас не были нежели это пересылать когда уже растение начнет вегетировать и поэтому обратите внимание magical candle это новинка просто шикарный сорт я не знаю это просто мечта обладателя коллекции у кого есть гантензии или просто не коллекции а на своем участке вот эта волшебная свеча будет просто великолепно смотреться поэтому вы видите когда на фотографиях это одно а когда вы читаете описание к сорту развернутые описание или посмотрите даже в интернете вы посмотрите какой красоты имеют кусты также вот еще хочу обратить внимание но вот этот древовидную гортензию candy был маршмеллоуд как зефирки такие да там зимостойкость уже конечно пониже и если совсем холодные регионы то конечно это нужно выращивать в кашпой и на зиму убирать в подвалы хотя вообще по описанию этот сорт candy был маршмеллоу он заявлен вот я даже не буду вам брать посмотрите написан морозостойкий вот так вот потому что многие отказываются говорят он ну такой совсем не зимующий нет он зимует этот сорт новинка вот такие зефирки красивый сорт но если кто-то не хочет рисковать и выращивать данный данную древовидную гортензию в открытом грунте именно посадки в земле конечно тогда ее можно посадить и в кашпо это гортензии очень компактные вы представьте всего высотой до 80 сантиметров в высоту и куст у нее разрастается до 90 сантиметров ветви очень прочные цветы вот светло-розовые в таких больших соцвенциях но как мы знаем что древовидные гортензии она имеет шарообразную форму в виде шара а у метельчатой гортензии форма куста немножко другая и цветет вот это маршмеллоу где-то в июле-сентябре предпочитает как и все гортензии солнечные или полутенистые места и хорошо такие защищенные от ветра но этот сорт еще раз хочу повторить что с очень прочными ветками поэтому обратите внимание на вот этот прекрасный сорт который вот даже на упаковке написано что завоевал награду в голландии platinum 2019 года но вообще я не знаю написано что это очень морозостойкий сорт отличается быстрым ростом вот все характеристики вы можете прочитать еще на упаковке вот такие шикарные цветы они и не белые и не розовые они такие какие-то сливочные розовые как зефирки и вот еще одна из новинок метельчатая гортензия touch of pink это максимальная высота растения составляет 80 сантиметров сорт новый на упаковке я бы тоже сказала не совсем такое прям удачное фото я нашла фото вообще этого куста у кого уже например цвел этот куст и в интернете увидела фотографии вот самого вот этого куста конечно очень впечатляет эта новинка touch of pink и еще тем что у нее очень раскидистая крона до 1 метра можно сказать что ее даже можно на какие-то если у кого-то есть альпийские горки посадить сверху так как она будет спадать то есть у нее совершенно другая форма хотя это метельчатый гортензия но у нее совершенно другая форма куста нежели например чем у sky full а или у саммер лава очень отличается форма куста листья темно-зеленые овально и густо такие покрывающие побеги растения период цветения длится с конца июня до начала октября этот сорт touch of pink очень ранний имеют цветки такие заостренные конусовидную шаровидную такую форму и заостренную верхушку со сами самого растения и вот несмотря на то что еще раз покажу цветки белые концу цветения они приобретают розовый окрас очень красивая новинка но именно новинка я говорю хорошо и посадить либо на где-то передний план потому что она будет не спадать и закрывать вот газон или ну то есть ветки будут не вверх стремится а вниз вот даже на фотографию вы можете видеть то есть здесь немножко конечно хоть это и метельчатый но она очень отличается от своих собратьев и посмотрите шикарные шикарные просто вам показать там сейчас я достану так в коробке видите не видно тоже поскольку это ранний сорт который цветет с июня вы посмотрите какой куст вот ранний сорт поэтому конечно уже почки начинают вот так вот они завернуты и вот такая вот шикарные вот такое растение конечно очень необычная форма но это говорит само за себя так сейчас я ее уберу потому что это новенький сорт поэтому такие новиночки кто любит новинки и вообще кому интересны такие сорта с такой формы куста вот это гортензия touch of pink перед вами еще обратите внимание мохито новый сорт новинка мохито это метельчатая гортензия куст метр метр 10 и для тех кто знает сорт ламилайт сейчас я вам тоже его покажу они конечно по лаймлайт я наверно так вот сейчас я вам покажу смотрите мохито это новинка а лаймлайт это вот как у них заявлено так что два покажу это видите лидер продаж вот в принципе похоже но мохито это новый сорт и лаймлайт это уже известный многим сорт но в чем же отличие хотя вот внешне они так сказать очень даже и похоже смотрите у мохито куст высотой всего метр метр десять у лаймлайта это мощные ветви до трех метров высотой цветы изначально зеленовато-желтые а потом у двух этих сортов цветы позднее становятся кремово-белые у того и у другого сорта у также у этих сортов например у мохито соцветия вырастают до 25 сантиметров длиной и в начале цветения имеет ярко выраженную салатовую окраску ну а потом видите вот здесь вот на упаковках еще расскажу фотографии в начале цветения потом мохито он начнет бледнеть также как и вот ламлайт просто отличаются они конечно по цене по ценовой категории потому что мохито это на новый сорт а ламлайт это уже не новый сорт и поэтому здесь разница в цене идет соответственно ну и соответственно высоту куста кому-то может быть не нужна до цвет ну как бы одинаковые цветки практически для тех кто не знает и вообще можно сказать не отличить но кому нужен допустим более низкий сорт это мохито кому нужен более высокий сорт кустарник это ламлайт вы посмотрите качество посадочного материала это мохито но поверьте мне у всех сортов качество посадочного материала высокая так как я отбираю данные сорта сама и поэтому я вижу что я могу взять и предложить своим покупателям а что брать не стоит потому что не то что мне это все положили там в коробке да и выдали а я езжу на агрофирму поиск и выбираю все сама все и поэтому у меня тщательный отбор происходит еще хочу остановиться на прекраснейший гортензии новиночки называется сорт white light окраска цветка сначала лимонная затем становится белая и осенью розовеет опять таки на упаковке вот такой вы увидите вот такую фотографию так вот white light видите вот но на сайте я сменила фотографию уже над на той стадии когда цветок начинает розоветь вы просто посмотрите вот white light вот в таком виде и у меня на сайте конечно когда она осенью розовеет шикарная просто гортензия white light и поэтому конечно оценят любители вообще карликовых сортов потому что она карликовая и новинка 2019 года обильно и продолжительно цветет этот сорт отличается очень компактными размерами которые в принципе также выращиваются в кашпо как на фотографии и высота куста не превышает 50 сантиметров первые бутоны распускаются в начале июля а цветение продолжается до сентября цветки конусообразные крупные белые с зеленоватой верхушкой а потом они уже розовеют очень красиво смотрится и вот эта гортензия white light переносит морозы до минус 30 градусов то есть получается вот в этом вот кашпо вы можете ее не заносить домой в подвал оставить в таком же виде укрыв там может быть слегка чем-то на зиму или у кого есть теплица просто занести в парник или в теплицу на зиму потому что очень сильные морозы она выдерживает очень достойная новинка особенно вот кто любит контейнерные растения потому что ее еще эту гортензию можно ставить и выращивать на балконах и лоджиях и конечно же из той миниатюрной группы гортензии метельчатая бобо многим известная бельгийский сорт где ты с 2011 года этот сорт получил награду на выставке в бельгии и считается лучший зимостойкий сорт до минус 34 градусов куст карликовый высотой 60 70 сантиметров и шириной 50 сантиметров цветки у него также сфотографированы на той стадии когда они распускаются то есть переходит от лимонно-зеленого до белого а позднее светло розовый очень красивый сорт особенно когда он розовеет цветение очень обильная про бубу очень немного написала моих подписчиков и покупателей что у них есть этот сорт и они очень-очень довольны этим сортом и цветет он с конца июля до сентября поэтому у кого нет сорта бубо приобретайте также его можно посадить на горку и в те места могут на возвышенность допустим внизу что-то у вас какие-то может быть мелкие посадки и если у вас сделаны посадки виде гора кто вот она горки она конечно бубо будет отлично смотреться плюс еще и естественно очень высокая зимостойкость еще хочу остановиться на такой новинке как little fries это куст тоже компактный высотой до 80 сантиметров то есть этот little fries он выше чем white light и повыше чем бубу но тоже считается карликовым сортом низкорослым и который имеет диаметр куста 50 сантиметров очень хорошо подходит для выращивания в контейнерах на балконе на террасе вот видите little fries и цветки начала сначала видите кремово белые а потом розовеют соцветия очень большие и плотные цветет с июля по сентябрь листва мелкая вы представляете одни соцветия листвы вообще не будет видно темно-зеленая и морозостойкость у данного сорта до минус 26 градусов little fries вот так же новиночка тоже кому интересно можете приобрести невозможно не остановиться на шикарной такой метельчатой гортензии под названием доли она очень похожа на сорт грандифлора но доли у нас в имеет очень высокую морозостойкость это видите даже серии северный сад уже идет и удали куст поскольку она же похожа на грандифлору куст до двух метров высотой цветки белый а косе не розовеют очень красивая тоже посмотрите я сменила фотографию на сайте это в начале вот цветение вот такой будет доли конусовидные соцветия вот что даже очень хорошо видно на фотографии великолепно подходит для срезки листья темно-зеленые очень хорошая зимостойкость что указано на упаковке также гортензия отличного качества посадочный материал ну видите не особо видно сейчас я вам достану тоже начинают уже некоторые не все но некоторые начинают просыпаться но для пересылки сейчас это не страшно потому что еще в принципе прохладно но в то же время это не тяните так как это идеальное время для пересылки и вот опять таки у них видите маркировка идет вот так на пакете на самой корневой системе и на самой упаковке видите несколько этапов этапов маркировки чтобы никто ничего нигде ни на какой стадии не перепутал название сортов и поэтому очень правильно и продумано сделано что вот такая идет маркировка у этих сортов ну и конечно вы перед вами видите уже наверное многим известный а кто выращивает и полюбившийся сорт метельчатой гортензии это sky full цветы большие гиацинтовые вначале белые а затем но они так слегка розовеют соцветия очень большие sky full а конические побеги вертикальный и сильный цветет также с июля по сентябрь выращивают этот сорт еще и в контейнерах так как он компактный высотой до метр двадцать и ширина куста у него бывает 70 сантиметров sky full растет очень быстро и подходит для выращивания в больших контейнерах видите sky full ценится за то что у него такие цветочки как у гиацинта очень необычный имеет это новиночка такие цветочки ну и соответственно цена поскольку это новиночка чуть допустим выше тех чем у обычных сортов например как доли там ванилла фрайс у них конечно у новинок уже цена чуть повыше но у меня цены все демократичные и спасибо всем моим покупателям заказчикам и все к те кто у меня приобретала гортензии спасибо им за это большое и все мне говорят что у меня самые дешевые цены то есть как посадочный материал с таким качеством и еще не получали потому что реально я это выбираю все сама все упаковываю никто вообще не имеет к этому доступ только я упаковываю и отбираю вот все сорта чтобы они были высшего качества который я из того что я могу вообще выбрать ну и такие сорта как сандерфрайс некоторые закончились может быть будут но не знаю ничего уже не могу обещать ну вот еще вам покажу наверное в заключении ролика посадочный материал на санды фрайс вот такие кусты шикарные ну куда еще лучше за такую небольшую цену которую я могу предложить своим покупателям сандерфрайс это тоже метельчатая гортензия крона широко раскидистая длина метелки 30 сантиметров цветы белые а со временем розовеют и образуются на побегах текущего года очень зимостойко зимостойкой зимостойкий сорт соцветия крупные пирамидальные и в начале цветки белый а потом будут очень такие насыщенно розовые ну может быть даже и малиновые вот такая красота ну санды фрайс это не новинка многие уже знают этот сорт фрайс мельба ванилла фрайс санды фрайс это вот гибридизация видимо идет ну как бы от какого-то одного производного сорта высота у него у санды фрайса 80-метр вот такой вот компактный кустарник надеюсь что видео для вас было полезным ставьте лайки подписывайтесь на мой канал заходите оформляйте заказики на такие прекрасные гортензии еще у меня есть прекрасные пионы тоже отобранные вип сорта ссылочки я оставлю внизу под этим видео ну всем хочу сказать еще раз большое спасибо что вы меня поддерживаете мои постоянные покупатели со мной и я вас всегда стараюсь радовать чем-то новеньким из эксклюзивным и вкусненьким поэтому подписывайтесь на мой канал и я вас всех буду ждать на просмотр моего следующего видео